зачем улица тебе садись ровно всем доброе утро слезы были вчера а сегодня дождь у нас ведь эта погода классная почти сколько 8 градусов мы начинаем свой блог наш блог всегда как начинается как всегда с маминой такой башки и хотела сказать разрешены с маминой все у него этот волосы и я как всегда так я ракуна вам мудирование сейчас пока я его по пик и кипирую чуть меня язык заплетается я одеваю ему вот такой реклинатор чтобы у него просто плечи он не выравнил потому что он немножко немножко стал опять кривите себя он с ваших занимается рука у него закрыта короче вашего мозг не отвлекался ни на что кроме наших занятий и ноги ноги стояли у него а в полной опоре вот так вот я поставь ноги правда как я понимаю табурет нам тоже уже маловато уже ноги надо что-то думать мальчик вырос и давай 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 выпрямляйся вот и сейчас я принципе начинаю занять то есть как бы не сейчас мы уже занялись давно это но вот у нас отобраны книги которыми сейчас занимаюсь по памятью это первое и основное сейчас наше направление она идет уже два раза в день практически сегодня я буду в два час утра потом еще вечером вчера мы вечером тоже занимались занятия вот эти лотопедические для детей сонная вера это то что мне ира не рекомендовала вот я уже начали мы пока первое но только только начальная тема начинаем постепенно буду отрабатывать еще хочу такой же учебник взять графические навыки тоже мы начали рабочей тетради работать тихо постепенно то есть как бы у нас вот могут скажут много книг немного я просто а это это с этого я с каждого тренажера беру по одному два задания чтобы и он не уставал и закреплял получается пока минимальные задания вот можно так сказать потому что они ждут на усложнение а мне надо чтобы он сейчас его хорошенько усвоил начальные темы действительно здесь вообще все хорошо здесь очень все черно-белое и принципе это радует потому что в принципе когда тестируют она это уже 67 лет 67 лет уже ребенок должен знать все черно-белых домах поэтому здесь правда здесь цветная еще но все равно это именно все на запоминание пока наши учебники вот такие и еще и еще логические цепочки я выстраиваю сейчас вот одна из животных выстраиваем чтобы он искал запоминал вспоминал и вот из этих фигур мы выстраиваем логические цепочки то есть я ему выкладываю определенном порядке я должен их за дальше заканчивать то есть одно дело на компьютере другое дело это сейчас в живую руками это оказалось сложнее сейчас даже хочу применить вот такое чтобы он выложил вот здесь вот по фигурам фигурами так ну ладно все мы приступаем занятием сейчас ты будешь выстраивать только что немножко пока помассажировала лицо буду менять не буду сейчас не так вот одна акцент на сра я не сразу этот массажа а потом занятиях буду хочу стараться тоже менять расписание то есть как бы сначала помассажировали лицо позанимались потом когда отдыхает помассажировала руки дальше закончили занятия там еще что-то какие-то развивашки игрушки чтобы вот и конечно нам надо опять сейчас физкультуру просто физкультура сегодня пока с утра я порвешь сейчас не делал не этот не сделали соответственно то есть даю ему поспать подняла его девять начало десятого все-таки надо вот эти полтора часа мне научиться и 8 утра его поднимать чтобы его уже конечно со школы пока тишина никто не звонил ничего обещали позвонить на сегодня вторник посмотрю я пускай еще день-два и позвоню им или же сама не напишу спрошу педагога что там они определились как посмотрим по идее вот тянуть уже некуда уже март но заявление меня пока никто не зовет писать так можно сказать ладно мы приступаем занятием что ты делаешь зачем-то их тянешь я уже опаздывала у меня всего осталось минут 30 до двух часов они сейчас эту неделю работают до двух часов но я сама взяла на себя пока уроки по учебнику по учиру занимается андрей а без учиру занимаюсь я с ясь как все сама и поэтому дочь какой обалдеть они сейчас остались пока сидеть дальше а мне надо попробовать все-таки дойти и по на голову дарсонваль сделать ну чтобы хотя бы уже закончить этой головой тоже а то как-то 1 раз в неделю ни о чем ни туда ни сюда но там ровно до двух часов поэтому сейчас побегу а по вот по идее нам еще надо библиотеку не знаю как попадем не попадем у нас очень две классные библиотеки я вспомнила и хочу просто туда попасть очень сильно но яру конечно в дождь не потащишь получается принципе народу практически нету все пусто поэтому я сейчас снимаю пахил и уже пока мы собрались пока мы вышли пока мы выползли уже почти полшестого но я не знаю она вряд ли уже надо будет андрей опять сделал вид что он спит я спросила ты идешь да и усиленно уснул поэтому мы чопаем вдвоем с ясикой но не знаю все встретили одних ребят вторых третьих по пять по две минуты но уже возможно мы наверное опоздаем практически дошли но уже 1740 я даже не знаю есть смысл туда попробую конечно закатиться на 20 минут до закрытия скажут пошли вы все далеко и надолго не знаю попробую нам еще переодеться хотя бы раздеться снять тоже надо как это будет выглядеть то посмотрим типа закрыто и они не имеют права отпустить потому что там работы идут наверху поэтому мы не попадем с тобой библиотеку коляску негде оставлять поехали обратно не повезло они коляску не пускают а без коляски как я с тобой а где мы коляску оставим я чтобы здесь не оставлю не брошу на улице а туда типа аля нельзя это там никогда не работает но и не пускают и называется доступная среда калуги видите а мы ты стоишь здесь прицель сказать если бы андрей был бы там обувь мы вылезли бы и залезли а так вот коляску где не оставлю я же на улице не оставлю туда не попасть сказали извините но вам пока дорога была закрыта поехали обратно попробуем посмотрим матриком сейчас точно не пойдем повторяй идем домой с яской пока сейчас вот погода вообще никакая не очень знаете самый весь прикол в чем что я понимаю что я так морально устала меня за эти дни так они высосали со всех сторон чисто морально что я физически просто никакая я поймала себя на мысли что я не хочу я взяла вот так я взяла с собой тутора ручные чтобы с яской походить где-то по лестнице думала или пойду к парцалковскому или где-то вот например здесь много центров где можно было походить в итоге я сделала все нашла причины чтобы не ходить с ним потому что я понимаю что даже в рио он сказал что же будет ходить с коляской он готов ходить с коляской будет типа сам ее вести но я поняла что я сама не готова не то что не готова я просто физически то есть за счет это вот этих моральных стрессов я просто физически не хочу я не хочу идти и не ходить я вам сказала что нет я не в состоянии я просто представила для себя что как сейчас мне идти туда потому что устала я бывают такие моменты это надо все будет самой раздеться куда-то запихать насколько я очень сильный человек легкий на подъем я понимаю что у меня просто нету вот не то что физических моральных нет сил себя заставить иногда бывает очень часто это не когда спрашивают как ты откуда ты находишь силы да легко мне самое главное если у меня морально нормально нету никаких проблем с головой в этот момент честно то для меня это не проблема я очень легко собираюсь организовываюсь физически я из черно на черно нахожу мы сейчас не пойдем никакие атаки никуда мне физически очень легко найти для себя силы куда-то с ним пойти ну если когда я морально уставшая как вот сейчас просто вымотанная честно в эти моменты мне просто на самом деле не хочется ничего физически это быстрее всего я так понимаю все явно взаимосвязано мне даже не хочется а что ай нет не мы не пойдем яр ни в сатур никуда никуда не путется честно я даже как-то по-своему ищу причины наверное обидится на Андрея что он с нами не пошел и лег спать хотя я тоже понимаю ему нужно отдыхать да но чисто просто быстрее всего надо себя как-то взять в руки восстановить я вроде с утра себя беру в руки а днем кто-то что-то опять сейчас со школы позвонили итог всех моих вот этих то есть со школы позвонили сказали что они хотят нас на беседу зовут то есть понимаете да то есть на беседу не то что чтобы там прийти надо подписать заявление или еще что-то они на беседу они долго думали короче так я понимаю что вот опять сейчас будет отбрыкивание и объяснение ситуации что там в скобочках какие слова с подскобочками это нам хочется но то что нам хочется не всегда хочется всем остальным можно вот так сказать поэтому не знаю а от этого все конечно теряется просто каждый раз теряешь силы теперь надо ждать до четверга и посмотреть школа хочет с нами как она хочет побеседовать со мной ну в общем то я не знаю еще время они не выставили я просто сказала что в четверг нам завтра Андрей на работе а в четверг он будет до вечера дома то есть я так понимаю главное что там понимаете будет такой да бой грубо говоря не равный я получается буду одна а директор зауча я не знаю будет там педагог не будет педагог но я как понимаю что из зауча директор будет вместе ну ладно это наш не первый бой надеюсь не последний ты как сидишь поэтому честно говоря тащимся домой сейчас самое главное еще на Андрея ничего не прикусить его не прихватить не прихватить взять себя в руки собраться и заниматься а магазин яр нам не нужны ира 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 не знаю ира а ира мне даже не хватает мозга включить чтобы понять собственного ребенка то есть представляете а я вас все гружу и гружу и гружу ира 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 яра мы тренируемся яра яра ложись на тренировку ира ну организованность где то будет у тебя полдевятого ты кого сейчас ждешь давай на тренировку быстро яра давай быстро времени нету яра 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 полдевятого ты два часа уже вымотала времени яра ты организовываться будешь ты точно уже прогулка не будет яр быстрее давай 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 как это сказки да давай давай про лоб я не помню сейчас по кляну лоб заставь друг давай давай ира не делай а почему у него лобцы такие Да он везде обтирается, поэтому, видишь, все, у него все тело в этих, шрамы, подтекут, он же везде лазит. Давай, Яр, давай. Попу поднимай. Яр, попу поднимай, снимай, поднимай. Раз, дальше. Еще. Два. А камера такая, я чуть немножко вот эту руку вот здесь держу, она уже фиксирует ее. На то, что это в обороте у него, широкая экрана, она с 360. Поэтому думаю, как мои руки попадают, вроде я не пихаю туда. Она же с 360, широкоэкранный шар. Нет, нормально расставали, все от него все на улице шарахались, давай. Ты что, морал что ли? Нет. Здоровался? Он, нет, он со мной общается, типа, он туда, он туда, он туда, он туда, он сидит, это же, знаешь, я говорю, представляешь, что ты с Макиной сидишь и машешь руками. И сами такие, особенно женщины, знаешь, такие с такими глазами жальными, типа, шо это, едет. У меня еще по этому, ты тоже пошел транс еще дополнительный. Ну ладно, все. Яр, бей вот так, две руки тогда. Да, двумя руками поддерживай, не одну. Обхватывай правую руку, обхватывай левую, и держи ее сзади. Тогда это будет легче тебе, давай. Хорошо, как сейчас, давай, как. Бей, обхватывай ее. Нет, не смейся, обхватывай. Вот, вот так держи, все. Иди, вот так иди, тебе так балансировку. Иди. Пробуй. Яр, не смейся, ничего с меня еще не. Давай. Вот. Ну, аккуратнее, поломай так. Давай, еще. Обхватывай. Давай, обратно ставь. Давай. Обхватывай. Давай. Обхватывай. Нет, давай, обратно не споторь, конечно. Куда ты делишь? Ты же должен будешь приехать. Хоть вот Ольге Анатольевне показать, что вот чему-то ты за эти два месяца научился. Странно, Ольга. Ты же так бы сразу сказали про Ольгу Анатольевну, да? Я бы и так уже постоял бы, даже с одной рукой. Где? Что? Куда ты, говорит, пошел-то? Давай. Я иди его. Чего ты держишь? Давай, вторую руку держи. Пока у Яры перезагрузка. Ты еще и педикюр есть? Какой педикюр? Ты ноги, папа. Ой, опять начинает. А, тут что тут полено, Виш? Одно он там. У нас пока процесс, Виш? Одного пока падает. На перезагрузку положили. Отдыхают. Сейчас будет. Все, лежи, лежи, Яры. Тронул ты козявку, теперь будет кровоточиться. Ярослав, лежи. Сейчас с тобой тоже мы займемся. Подожди. Не открывай там ничего. Ты вот надо было приключение себе. Яр, сейчас ты будешь это сразу мы палкой сделаем. Потом будешь вторую ногу. Ты не открывай пока ничего. Не трогай, Яр. Сейчас мы с тобой пять минут. Сейчас быстро мама прокрасит. И дальше пойдем дальше сидевать, девочки. Вам время показать. Это у тебя астерический смех? У нас только-только в процессе вся жизнь. Да, жизнь только начинает. Только начинается у нас. Еще чуточку, чуточку, мам. Еще, Яр. Отпустила, стоишь. Молодец, пошел. Сейчас же отпустите его так. Морду вперед. Давай, Яр. Яр, ну быстрее, не пищи. Молодец, она крутая, спина мощная. Не сгибается. Угол. Ухаживай. Он держит? Пресс какой-то. Спина, позвоночник. Ты что, до Анатолия мы закачивала? Ларбов. Три раза давай, нормально. Еще. Живот спешит. Давай, ярбов. Если честно, немножко, на самом деле, расклеилась. Ну, как расклеилась? Так вот в голове, да, какие-то мутные мысли приходят, я так понимаю. Но выпустила все-таки ролик. Я так не хотела его, боялась выпускать. В том плане, что мысли пришли. Я как-то его записала. Выпускать его держала до последнего, думаю. Писать, ну, вроде как, знаете, думаю, все равно здесь все твои же. И победы твои, и радости, и горе. Ведь, друзья, на самом деле, они проявляют себя не только в радости, но еще и в беде, и в горе, в неудачах. И, на самом деле, вы, наверное, самые лучшие у меня. Я не знаю, эмоции переполняют. Я вот пока еще так это все просто занято. И, конечно, тяжело, пока сложно. Я вообще со всеми нагрузки, яськи. Завтра расскажу там, что как, как у меня сейчас идет по программе, что я стараюсь делать. Еще у нас встречи с педагогами. Мне выставили, что со мной хотят пообщаться. Вот. Но об этом я уже расскажу попозже. Я еще не знаю, сегодня вторник. Это будет в четверг. Может быть, я опять это все буду отснимать, все такие вот разговоры, потому что за 2-3 минуты в блоге это все теряется. Все-таки на особом детстве есть поддержка, есть общение, есть ответные. Вы можете его написать, хоть как-то посоветовать, что-то отреагировать. Не как здесь, на особом, ну вот, на яське каналов. Поэтому, в общем-то, немножко вот так вот. Но спасибо огромное, что поддержка. Вы немножко мне голову промыли, прочистили. Тихо-тихо она уже восстанавливается. Это, конечно, уже идет третий день. Потому что меня вчера, грубо говоря, очень сильно вот так вот мутило. Просто целый день мутило. Сегодня с утра вроде стало все нормально. Днем оно опять накрыло, когда я не смогла с ним зайти. И я вечером подняла в эту библиотеку. И я поняла, что я просто вот так, как-то то, что я вот говорю, да, опустошение бывает иногда такое моральное. Физически нет сил. Нет не то, что даже сил, нет желания. Думаешь, господи, сейчас вот это его тащить, вставать, эту коляску в этом центре. Ну, мы раньше это все делала. Я таскала, я поднимала эту коляску, поднимала его, поднимала по экскалаторам. Бегали, поднимали, чтобы походить, водить. Я думаю, нет, я не в состоянии. Я вот хоть убей, я не в состоянии. Я просто сейчас это как представлю. И я вообще понимаю, что я вот морально уже, говорю, потому что я морально не готова была. Могут на самом деле идет какой-то перегруз. Надо как-то... Ну, здесь, знаете, здесь получается замкнутый круг. С другой стороны, здесь нужно этому вниманию ребенку, нужно старшему вниманию ребенку. Ее никто не выкидывает со счетов. Надо ворот, сейчас я усилю. У меня постоянно, это моя тоже боль. Боль еще сильнее, потому что, получается, ты рассчитывал на одно, но тот ребенок страдает вдвойне. Когда ты просто не можешь, потому что ты остался один дома, и ты не можешь пойти лишний раз выскочить, если пойти в ту же самую школу или куда-то с ней прогуляться, потому что надо все равно брать или Ярика. А если бы Ярика не брать, значит, надо сидеть дома. Вот. Поэтому иногда бывает просто накрывает. Но Эмилька растет, она умница, она становится все умнее, все сильнее. Она даже сегодня мне сказала, ладно, две минуты жду. Если раньше она просто не ждала, она видела, если я что-нибудь-то занята, если у меня в этот момент как-то идет, я должна что-то сделать по своим каким-то делам, по интернету, то есть как бы, да, потому что интернет заключается. Еще, знаете, как время бывает, узнаешь в последний день про фонд или еще что-то, и надо вот срочно что-то делать сегодня и сейчас. И в этот момент какое-то общение. Я понимаю, что надо общаться, мне надо выполнить свою работу. Но сегодня мне Эмилька сказала, ладно, я поняла, я жду. Потому что сейчас с тобой разговаривать толку нету, ты все равно не слышишь. Но она дождалась. И я когда закончила, я посвятила ее уже ей. Мы общались, мы уже поговорили, сделали все, что надо. Вот ответила на все вопросы. И в принципе мы тоже находим компромисс. Она тоже учится, она начинает уже более взрослеть, умнеть, где-то лояльность какую-то уже проявлять. Вот так вот, так что пойду отдыхать. Яську положила. Андрей завтра на работу с утра. Вызвала завтра бабулю. Хотя бы на 2-3 часа она должна прийти. Посмотрим. В принципе, мне никуда идти не надо. Но хотя... Надо саму палец свою заканчивать. Я уже не знаю, что я не помню, сколько мне еще осталось. Но надо пойти завтра узнать, что как. Поэтому завтра придет. Бабуля посидит. Я схожу с Симой, попробую там, где посуды. Я пытаюсь задней наблюдать, чтобы ее вовремя вытряхнуть. Вот так вот. Так что всем огромное спасибо. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо, что вы с нами. Вы сила. Я понимаю, что мы не одни. Яра не один. Яра очень много. Все больше и больше друзей в вашем лице. У нас много друзей с Андреем появляется. У меня даже слов нет. Пока только эмоции. Честно говоря, всем огромное спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok